Саркофаг с мумифицированным телом, по предварительной оценке, египетского происхождения, был обнаружен на чердаке обычного дома, в немецком городе Дипхольц. Десятилетний Александр Кетлер, играл на чердаке своей бабушки в Дипхольце, когда он нашел один большой, и два маленьких деревянных ящика, спрятанных за черепицей. Мальчик сообщил о загадочной находке местной полиции. Он рассказал об этом отцу и бабушке, и никто из них понятия не имел, откуда взялись коробки и что в них. Когда они открыли самый большой ящик, они обнаружили саркофаг, в котором лежала, завернутая в льняную ткань человекообразная фигура. Внутри меньших ящиков Кетлеры, нашли глиняную посмертную маску и конопу сосуды, которые древние египтяне использовали для хранения внутренностей во время мумификации. По мнению семейства Кетлеров, реликвии могли быть привезены в Саксонию, отцом главы семейства, умершим 12 лет назад. В 1950-е годы XX века, он путешествовал по Северной Африке, где и мог рожиться такими сувенирами. Возраст и истинное происхождение обернутого в бинты тела, пока остаются под вопросом. Не исключено, что саркофаг и его содержимое ничто иное, как обычная поделка древнего артефакта. Впрочем, правоохранительные органы обеспокоены не столько подлинностью и научной ценностью необычной находки, сколько ее возрастом. Тем не менее, если происхождение и возраст мумии остаются под вопросом, подлинность обернутых в бинты человеческих останков, вне всяких сомнений. Компьютерная томография выявила ряд загадочных элементов под бинтами, полностью сохранившийся череп, стрелы внутри скелета, который в основном был не тронут. Есть предположение, что мумия на самом деле составлена из останков нескольких тел. В настоящее время тело находится в госпитале, в Гамбурге, где проходит тщательное исследование, с целью выяснения причин смерти. Первоначальные результаты указывают на то, что обнаруженным останком не менее 2000 лет. Однако никаких официальных данных, подтверждающих эту гипотезу, пока не представлено. В любом случае в этой истории, много темных точек, невыясненных обстоятельств, и немецкой полиции предстоит разобраться, с этой таинственной историей.